Поэма «Горы» Речь идет о двух произведениях, написанных в период пылкого увлечения Марины Ивановны другом своего мужа, своего приятеля, пражского приятеля Константина Радзевича. Поэма «Горы» несет на себя отпечаток начала этих романтических отношений, этой увлеченности Цветаевой Радзевичем. Поэма «Конца», собственно, самое название этой поэмы говорит за себя. Это поэма «Поэма о конце», поэма о разрыве. Вот, как мы видим, для Марины Ивановны действительно это те две стадии в любовных отношениях, которые особенно важны. Помимо, собственно, поэмы «Конца», этому разрыву она посвятила еще несколько стихотворений. И одно из самых известных из них – это стихотворение «Попытка ревности». Вот об этом стихотворении «Попытка ревности» мы и поговорим сейчас. «Попытка ревности». Как живется вам с другою? Проще ведь удар весла, линию береговую, скоро ли память отошла обо мне, плавучем острове, по ним, не по водам? Души, души, быть вам сестрами, не любовницами вам. Как живется вам с простою женщиною, без божеств, государыню с престола свергше, соново шлашет? Как живется вам хлопочица, ежица, встается как? С пошлинной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк? Судорог до перебоев хватит, дом себе найму. Как живется вам с любою, избранному моему, свойственнее и съедобнее снеть? Приясться, не пеняй. Как живется вам с подобием, вам, поправшему сенай? Как живется вам с чужою, здешнюю, ребром? Люба стыд зевесовой волжою не охлестывает лба. Как живется вам, здоровится, можется, поется? Как? С язвою бессмертной совести, как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром рыночным, оброк крутой? После мраморов карары, как живется вам с трухой гипсовой? Из глыбы высечен, бог и начисто разбит. Как живется вам стотысячный, вам, познавшему лилит? Рыночную новизною сыты ли? К волшбам остыв, как живется вам с земною женщиною? Без шестых чувств, ну, за голову. Счастливы? Нет. В провале без глубин, как живется, милый? Тяжче ли? Так же ли, как мне с другим? Это очень характерное стихотворение для Марины Цветаевой. Мы знаем, что в большинстве случаев и у большинства поэтов стихотворение стремится к своему финалу, к своему концу. Обычно вот эти финальные строчки стихотворения еще называются пуант. Такое красивое завершение, неожиданное, парадоксальное, на возникновении которых и работает все стихотворение. Так построено, например, стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может». Оно написано именно ради вот этих главных слов, как «дай вам Бог, любимый быть другим». Стихотворение Марины Ивановны, напротив, оно идет не к своему концу, оно идет от начала. Она задает сразу тему, тему попытка ревности, ревности женщины, бросившему ее мужчине, к отвергнувшему ее мужчине. И дальше эта тема попытается быть исчерпанной. Поэт словно бы накручивает метафоры, образы, сравнения все больше, 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 чтобы наконец до конца выговориться, до конца выразить все то, что накипело в душе. Попытаться пробиться сквозь вот этот барьер, возникший между двумя возлюбленными, для того, чтобы достучаться до него, может быть, даже сделать ему больно. Потому что часто только при помощи боли можно обратить внимание другого человека на себя. Отсюда любимый прием Цветаевой, за который ее так любят, вот этот прием рефрен, песенный прием, превращается у нее в постоянный повтор буквально одного-двух слов. Как живется, как живется. Чувствуется, как важно для нее понять, что испытывает тот другой, с которым ее связывали отношения, любовь и с которым произошел разрыв. Мы видим, что это стихотворение не так легко воспринимается на слух. Кстати, и при чтении оно тоже довольно сложно для понимания. Это характерно для зрелой лирики Цветаевой. Здесь много что выражается. Здесь выражается и состояние смятения. Когда мы смятены, нам очень тяжело подбирать слова. Мы не всегда бываем логичны, мы не всегда бываем мнятны. Ну, в этом смысле это стихотворение чем-то роднит, что-то роднит со стихотворением Лермонтова. Оно тоже многословно, оно тоже немножко такое сумбурное. С другой стороны, мы видим, что в этом стихотворении буквально каждое слово, каждое слово важно, каждое слово подчеркивается. Оно подчеркивается звучанием. Эти слова связываются между звучанием. С пошлиной бессмертной пошлости. Как справляетесь, бедняк. Вот этот внутренний рифм. Пошлость, пошлина. Или любимый прием Цветаевой, это так называемый перенос или, говоря по-французски, анжамман. Когда строчки обрываются и фраза переносится в следующее четверостишее или на следующую строчку. Как живется вам с другою? Проще ведь удар весна, линию береговую, скоро ли память отошла? И следующее четверостишее. Обо мне в плавучем острове. Вот благодаря такому переносу подчеркивается и слово отошла. Сразу появляется тема смерти, отошла, да, или ухода, прощания, расставания. И тут же обо мне, да, и другой акцент на героине, на той, кто испытывает, собственно, эти чувства. Эти чувства. Вот, ну и что еще здесь важно, да, важно, что накручивая эти чувства, накручивая образы попыткой определить, наконец, что же испытывает герой, понять это для себя, вдруг героиня парадоксальным образом приходит к тому, что и сама она тоже не одна. Она тоже живет с другим и, может быть, тоже тем самым придает их общее чувство. Как живется, милый, тяжче ли, так же ли, как мне с другим? Здесь не сказано, как ей живется с другим. Может быть, ей живется с другим совсем неплохо, так же, как и ему. Только их собственные, их личные отношения, то, что было между ними, уже попрано, попрано с двух сторон. А значит, эти обидные слова – это попытки противопоставить себя, человека высокой культуры, человека поэта, человека общения, с которым дарят действительно определенные, наверное, такие духовные радости, духовные преференции. И избранницу, избранницу, которая, конечно, ниже, конечно, обычная женщина, та, о которой, в общем-то, и мечтал, возлюбленный, судя по его, таким словам, судорог до перебоев хватит, дом себе найму. Так вот, это противопоставление вдруг снимается, вдруг снимается, потому что, да, каждый человек распят, разделен между своим идеалом, между мечтой об идеальной, высокой, духовной, абсолютной любовью и той любовью, может быть, обычной, скромной, поседневной, с которой он встречается с жизнью, который тоже должен дорожить, ценить, потому что хуже такой любви может быть ее отсутствие, может быть, абсолютное, полное одиночество. В этом холодном мире даже небольшие кусочки тепла важны и дороги. И это очень здорово меняет образ лирической героини, которая сначала кажется человеком таким резким, да, максималистом, нетерпимым, с которым действительно, наверное, очень сложно, очень сложно. Ведь сами отношения с ним судороги до перебоев, судя по словам ее возлюбленного. А здесь мы видим, что она может, она может понять того другого, который тоже нуждается в любви, в заботе и в каком-то спокойном тепле. Вот такое интересное стихотворение, стихотворение, которое борется с самим собой. Как это, в общем-то, часто и бывает в наших чувствах. Наше чувство часто включает в себя вот такую борьбу, взаимоисключение, взаимо противоречие. И поэт это прекрасно показывает в своем стихотворении. И после стихотворения Марины Ивановны Цветаевой, наверное, логично закончить наш разговор еще одним поэтом, который всегда именно Цветаеву называл поэтом, оказавшим на нее особенно большое влияние. Это поэт Иосиф Бродский. А его стихотворение будет называться по скриптам. Но об этом в следующей части нашего разговора. Продолжение следует...